Весеннее Охотское море уже все чаще радует хорошей погодой. С действия в окружении тающих льдов на краю земли в море стоит нефтедобывающая платформа Орлан. И работники готовятся приступить к новому и очень важному этапу в разработке месторождения Чаева. Первый нефтегаз на месторождении Чаева открыли еще советские геологи в 70-х. Побулили пробную скважину и законсервировали ее до лучших времен, когда технологически можно будет добраться до черного золота. И вот это время наступило. С 2008 года Роснефть совместно с иностранными партнерами занялась разработкой месторождения. Проект назвали «Сахалин-1» и в рамках него построили три нефтедобывающие платформы – Орлан, Беркут и Ястреб. По последним оценкам геологов, месторождение Чаева может несколько десятилетий обеспечивать газом и нефтью всю Россию. Сейчас в недрах земли более 300 миллионов тонн черного золота и еще полтриллиона кубометров голубого топлива. Платформа Орлан, пожалуй, на сегодняшний день одна из самых высокотехнологичных в мире. Именно здесь, когда начали разрабатывать месторождение Чаева и придумали особую технологию. Чтобы добраться до нефти, рабочим приходится под землей выстраивать огромную сеть из труб, качающих черное золото. И где-то 800 метров мы это разбуриваем. После этого мы бурим другое отверстие, уже поменьше и поглубже. Потом следующую, еще поуже, еще поглубже. И, наконец, мы доходим до того места, где у нас есть нефть. Если бы нефтяники разрабатывали скважины, как это нарисовал Ларс, менеджер проекта, то человечество давно бы уже начало добывать магму, а не черное золото. А вот как выглядит все на самом деле. После того, как первые 2-3 секции бура сделали в земле отверстие глубиной в 2,5 километра, Долото поворачивает почти на 90 градусов и движется вдоль шельфа, пока не найдет нефть. При этом бур может менять свое направление. В любой момент может отклониться от курса вверх, вниз или в сторону. В зависимости от того, где сейчас основная концентрация природных ресурсов. Там есть такие лопасти, которые по команде Штюмберже отталкиваются от грунта в нужный момент. То есть они в нужный момент отталкиваются и вот этим путем быстрых отталкиваний они набирают угол. Получается, как рыба в воде с хвостом. Вот как на машине вы едете, рулите. То есть вы куда захотели, туда повернули. Так же и здесь с помощью Штюмберже, ну и нашими общими усилиями, мы так же набираем угол. Куда хотим, туда и вплоть до метра можем попасть. И даже на расстоянии 13 тысяч метров. Сейчас на Орлане кипит работа круглосуточно. А совсем недавно бурильщики прошли 13,5 километров под землей, делая новую скважину. И это стало настоящим рекордом. Еще ни одна платформа в мире не гналась за нефтью под землей на такие расстояния. Геологи обнаружили большие запасы нефти именно на таком расстоянии от платформы. После чего и началась работа. Но пробурить скважину это еще полдела. Самое главное, ведь эту нефть достать. Но перед этим нужно на платформу доставить трубы, по которым и будет качаться нефть. Склады сейчас на Орлане под завязку забиты новым оборудованием. Одна такая секция длиной в 5 метров весит более 300 килограммов. Все сделаны из суперпрочных сплавов металла, которые должны прослужить без аварий несколько лет, пока в скважине не кончится нефть. Эти трубы как бы служить будут довольно-таки приличное время. Время мы не можем точно указать, то есть если скважина перестает давать нефть, мы их будем доставать и будем опять же ремонтировать скважину. Это получается уже как КРС, капитальный ремонт скважины, и будем их менять на новые. Сама скважина находится за несколько километров от платформы. И чтобы оттуда достать нефть, здесь решили использовать силу земли. Месторождение Чаева газовое и нефтяное. И было решено поначалу выкачивать нефть, используя газ как поршень в насосе, который выталкивает черное золото на поверхность. Голубое топливо при этом остается в скважине до лучших времен. Чем ближе мы подходим к буровой вышке, тем чаще нам приходится смотреть на этот прибор. Называется он газоанализатор, который показывает, сколько на один квадратный метр находится газа. Сейчас здесь присутствует 20% кислорода, 0% углекислого газа, также отсутствует сероводород и метан. Если хотя бы один из последних трех показателей изменится на 0,01%, то все рабочие будут в спешном порядке покидать этот отсек. Потому как в любой момент здесь может произойти непоправимое. На Орлане уже пробурили два десятка скважин, которые дают нефть России. И по оценкам экспертов, наша страна может получить от одного этого месторождения около 90 миллиардов долларов США. При этом нефтяники за свой счет еще помогают местным властям в развитии инфраструктуры региона. На Сахалине строятся дороги, в больницы поставляется самое современное медицинское оборудование. А в областной столице открыт нефтяной университет, где готовят новые кадры, которые в будущем продолжат развивать отрасль. В денежном эквиваленте Роснефть уже вложила в остров 100 миллионов долларов США, при этом заботясь и о природе. Сахалин ведь это родина многих редких видов животных, занесенных в Красную книгу. Серый кит, которого летом можно рассматривать прямо с платформы, постоянный обитатель в этих краях, чтобы нефтедобыча не повлияла на местный ландшафт, разработали технологию полной автономности производства. Ни одна капля использованной воды на буровой не попадает в море, а та вода, которая вместе с нефтью поднимается из недр земли, после очистки закачивается обратно в скважину. А черное золото уходит на материк по нефтепроводу на перерабатывающий завод в Хабаровском крае. Оттуда уже танкерами ресурсы расходятся по миру. При этом нефть в плавающей цистерне закачивается через вот эту специальную вышку, построенную в море. Сделано это для удобства кораблей, которым теперь не приходится подходить близко к берегу. А вот так шумит нефть в сердце Орлана, точнее в отсеке, где качается непосредственно черное золото. Мы сейчас находимся в цехе, где непосредственно на скважинах установлено фонтанное оборудование, которое нефтяники, шутку называют, елками, за их форму. А вот, кстати, и наша скважина-рекордсмен, которая пробурена на длину 13,5 тысяч метров. Ну, честно говоря, со стороны никак не отличается от других, но ведь, как известно, самое интересное – внутри. Здесь же нефтяники уже готовят новую скважину. Как только оборудование, которое сейчас установлено на рекордной скважине, освободится, начнется новое бурение. Платформе только придется немного сдвинуться. Вся металлическая конструкция буровой стоит на огромных рельсах, полтора метра в шириной. И перед началом бурения вышка немного отъезжает в сторону, и работа начинается. Это 30-дюймовое направляющее, через которое осуществляется как раз бурение. То есть долота входит прямо сюда. То есть эта крышка демонтируется перед началом бурения, и долота идет прямо туда, к основанию платформы, и уже идет забурка. То есть так начинается каждая скважина. Сотни вентилей, датчиков и клубки нефтяных труб. Отсек, откуда черное золото уходит на материк, святая святых на Орлане, куда они каждого и пускают. Нам на правах гостей все же показали и даже дали дотронуться до денежной трубы. А вот эту трубу нефтяники называют денежной, потому что в буквальном смысле в ней сейчас черное золото, которое напрямую из недр земли качается на нефтеперерабатывающий завод. В ней находится нефть, для которой можно коснуться рукой. Правда, недолго, потому что она очень горячая. Чем ближе подходишь к буровой установке язвит, тем больше, конечно, поражает воображение это сооружение. 70 метров в высоту, более 2000 тонн вес этой установки. И задаешься невольным вопросом, как же ее сюда из Соединенных Штатов Америки доставили. Платформа, которая, как оказывается, разбирается на несколько секторов и по частям по морю, привозилась на Сахалин, тоже рекордсмен. Здесь ровно год назад нефтяники под землей прошли 12,5 километров. И вот теперь готовят новый рекорд. Рабочее место бурильщика больше похоже на кабину современного самолета. Мониторы, джойстики и куча разных переключателей. Но самое главное, это, конечно, прибор измерения веса, от которого здесь, кажется, зависит практически все. Это индикатор веса. Это, можно сказать, самая главная деталь по управлению. Я слежу за весом полностью всей колонны. Сколько я толпы нагрузил, сколько разбрузил. Это все по этому индикатору веса. Двойная, а порой тройная система контроля – это техника безопасности. За этим здесь, на платформах проекта «Сахалин-1» следят непрерывно. Все рабочие в обязательном порядке носят каски, очки и огнеупорные комбинезоны. К счастью, все это пока не востребовано. Ведь за несколько лет работы производства несчастных случаев не было. Из друбки бурильщика наземной платформы «Ястреб» 70-метровой высоты открывается красивейший вид на Охотское море. Хоть сейчас еще лежит снег и лед на водной глади, все же такому пейзажу из окна офиса позавидовал бы каждый столичный житель. Солнечную погоду, такую, как сегодня, нам невероятно повезло. Можно легко увидеть все птичье семейство проекта «Сахалин-1». Но там, вдалеке, в 10 километрах отсюда, виднеется морская платформа «Орлан». А слева от нее, уже в 40 километрах тоже в море, стоит на горизонте платформа «Беркут». На земле, говорят нефтяники, конечно, работать легче, чем в море. Пробуренные скважины, а их здесь уже более 30, можно не прятать в сердце буровой, а вот так разместить прямо на улице. Каждая скважина дает примерно 2-3 тысячи тонн в сутки, каждая. Работает примерно их в постоянной добыче, именно по «Сахалину-1» скважин 20-25. Остальные скважины играют различную роль. Некоторые скважины есть под закачку газа природного, который добывается. Его закачивают обратно в пласт для того, чтобы поддержать пластовое давление. Нефтяники с ястреба не ограничены в пространстве, поэтому рядом с буровой стоит цех по ремонту оборудования. Эти трубы совсем недавно подняли с глубины, и ремонтные бригады осматривают их, выявляют производственные дефекты. Николай Штепин, инспектор, почти на всех трубах сделал пометки, как и где нужно произвести ремонт. Изношена твердосплавная наплавка. Вот в этом месте или в каком месте? Вот твердосплавная наплавка здесь. Она предохраняет тело замка от чрезмерного износа. Соответственно, вот эту часть нужно сверху просто наплавить. Да, она восстанавливается и, соответственно, продлевается срок эксплуатации трубы. Дефекты на буровом оборудовании мельчайшие. Неопытным глазом даже не с первого раза и заметишь. Вроде бы царапина длиной в несколько миллиметров, но именно она может привести к серьезной поломке. Но таких аварий уже не было на платформе несколько лет. Что значит, Николай Штепин с коллегами свою работу выполняет на все 100%. Как и другие службы на буровой ястреб. В целом работники проекта «Сахалин-1» уверены, их рекорд в обозримом будущем повторить будет очень сложно. Но сами добавляют 13500 – это не предел. Если получится, через год увеличат эти цифры. Но загадывать здесь никто не любит, ведь дело не в рекордах.